он поляков начитался я к чему михаил земля вспомнил михаил геннадь вот прям совсем на чистоту говорю не не пора ли не настало ли время вернее так как вы считаете для очередного собора который объединил бы все христианские учения и дал бы пастве парадигму бытия понятную современному человеку безусловно все периодически нуждается реформировал но во-первых при реформировании очень часто теряется ребеночка вы просто надо теряется смысл но почитайте от чьи ежи на небесе досветиться имя на современном русском языке которую нас церковь сделала перевод у меня вопрос только один ребят а мангерштерн чем не нравится старославянский язык при всей архаичности он настолько сочен и красив настолько точен и образен что отказываться от него глуп то же самое касается реформа в целом католичества прошел реформу 60-е годы и чем получила извиняюсь садомию как проф заболевание вот и педагоги родители 1 2 вот поэтому с точки зрения вера да конечно с точки зрения самозащиты христиан от других так сказать культур да конечно давайте положим руку на сердце что между сегодняшним православием сегодняшним католицизмом и сегодняшним скажем американским иуда протестантизмом граница значительно глубже разница значительно шире чем между тем же православием и традиционному иудаизмом и традиционному славу да я не беру хабадников я не беру хасидов я беру традиционного традиционалистов даже включая каббалистов господь с ним я не специалист этих вопросов но когда там что-то вещает лайтман я поставьте его на кафедру собора ленте по-другому там уберите не с некоторым разница не берите некоторые обороты добавьте другие обороты ну вот вам нормально хладьмут хороший каббалист между парами да хороший поп будет на самом деле ну священник смысл извините равен как минимум неплохо вот аравин вообще идеальный по моему ну хотя не специалист в этом вот так что к сожалению грани христианство объединяет разные цивилизации которые сейчас к сожалению являются враждебными друг другу объективно объективно поэтому идея хороша но не получится а так конечно квантовую фи на факультете теологии вообще планетарной теологии тем более на факультетах теологии должны изучать не библию должны изучать квантовую физику ну что бог это тонкие энергии ребята у чё о чем бог на структура мироздания если теолог не изучает квантовую физику и космологию он может быть прекрасный исповедник и проповедник но к теологии отношения не имеет он к теологии имеет такое же отношение как дремучий сталинист середины 50-х годов имел к энгелсу и марксу и ленину к сталину кстати говоря пожалуй вот этот момент нашей беседы я дам в превью дайте ярко сочно получилось вернемся к беседам с богом цитирую собеседника лучше ты спровоцировал на бога роль родителя и так получил образ бога бога который судит а затем награждает или наказывает зависимости от того насколько ему нравятся твои мысли и поступки но это упрощенный взгляд на бога основанный на вашей мифологии он не имеет никакого отношения к тому кто я есть на самом деле вторая цитата ты забыл что это такое когда тебя любит безо всяких условий но первое понятно это это фейербах и этот искать классика психология вторую да бог есть любовь и это на самом деле самое страшное в боге потому что принять в отношениях с богом товарно-денежные отношения я те три молитвы 50 поклонов а ты мне отпущение грехов это понятно а принять любовь который просто любовь без всяких условий просто потому что я такой вот это накладывает реальный моральный груз нет меня до меня дата реально моральный груз меня это тяготит меня любят ничего за это не просят да это это жалей чем кажется но любит и пусть любит как началась сталинградская битва знаете время рыва 6 до очень очень много очень много было случаев когда осуществляли вот эту вот идею захватить танковые клещи когда танк танки пехота пехота отсекалась огнем танки голенькие уходили в то там их зажигали никто не хотел это повторять и сталин дал команду начало операции и танки не пошли он звонил он орал он грозил он обещал расстрелять и все понимали что всерьез танки не пошли он звонил командующим фронтам командующей армии сделал два звонка дом командующим фронтам на север на юг сказал одну и ту же фразу вам будет очень стыдно и повесил трубку и после этого танки пошли к вопросу о любви которая ничего не требует и потому забирает все вопрос о чувстве стыда порождаемого такой любовь которым очень тяжело жить и восстание против церкви если не брать восстание против так сказать эксплуататоров да а внутренний бунт любого нормального человека против церкви это страх любви это страх ответственности который накладывает эту безбрежную любви потому что вы обязаны в ней раствориться иначе вы будете неблагодарной скотиной осознавать себя неблагодарной скотиной кстати говоря если я личность значит я должен делать что-то сам если я делаю что-то сам я отрицаю эту любовь и это и есть источник первородного греха на самом деле сознание личности себя самой это тоже что у детей с родителями чтобы быть хорошим сыном нужно отвергнуть мать и отвергнуть отца если вы их не отвергнете будете сидеть у них на шее до конца их жизни до конца своей жизни насчет карающего бога давайте немножко подробно на этом моменте остановимся владимир владимирович позднер в публичных диспутах всегда апеллирует к жестокому и карающему богу ветхого завета говоря разве таким должен быть бог но бог в новом завете превратился в бога любви вот это вот эволюция бога она действительно имела место или от нашей интерпретации священных текстов отчет может быть много гипотез на первых товарищ позднер все-таки давайте не будем забывать насколько я помню это секретарь порткома агентство печати новости апеллин это человек который был секретарем порткома главной пропагандистской машины советского союза как-то венчик и рафеев говорил что что должен такого свершить что что такого свершил что получил такое звание контр-адмирал кгб так что источник скажем так сомнительный если товарищ позднер не читал нового завета это характеризует все-таки товарища позднера не господу богу на разные сущности что касается на самом деле это очень интересно если человек творит бога своей молитвой своим поведением туда человек усложняйся гуманизируясь породил милосердного бога любящего бога нового завета породил иисуса христа и он действительно есть сын человеческий но только в этом смысле то есть мысли формы огромного количества людей породила новый эгрегор который отличался от старого да 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 а может быть по-другому если мы говорим в категориях эгрегор только так да эгрегор сам развивается у него есть своя логика развития да конечно и люди не просто так изменили свои мысли формы интересно еще в этом диалектика она же не только плоско не штука на земле она еще и над земля на них никуда никуда же не девается вот это мы кстати с вами говорили об n плюс один мерном пространстве все-таки конечно для понимания переход в следующую мерность представляет собой колоссальные конечно трудности вот представим себе друзья двухмерного человечка вот он живет ну грубо говоря на плоскости и представим себе что на эту плоскую силу муха не подходит этот плоский человечек и говорит а плоский человек чик видит шесть пятнышек на своей плоскости и все он говорит вы кто ребята а эти пятнышки ему говорят мы муха как все шесть человечек понимаете да почему это вот так что у вас доносится сверху сверху недостижимых высот вот в этот момент у двухмерного чека может возникнуть любое количество теорий да и религия кстати говоря это способ признание чудес то есть признание того что на нас влияет а мы этого не понимаем чтобы человечка не поехала крышу до того момента когда он научится себе восстанавливать образ мухи по этим шести пятнышком он должен изобрести религия сказать да так так тоже бывает . говорят что одним из мотивов творения было жажда абсолютно совершенного духа познать себя на опыте друзья сейчас стараемся немножко очень человеческой объяснить как это очень это слишком человеческое чувство но это вот как ребенок а поджигает там условно говоря костер а то почему будет что получится вот но если бог по рождению нас то конечно так она есть а если бог по рождению не только нас то это простите уже очень спорно нет ну вот смотри вот как раз я и хотел этот спорный момент так покрутить немножечко хотел сказать ребята как в институте друзья на на счету на вашем личном счету лежит миллиард долларов или мира три евро как час лучше ну кому как больше нравится понимаете и вы никогда не пони не поймете что это такое пока не начнете тратить эти деньги нет вы поймете это возможность вы можете построить завод можете построить страну можете построить мир можете проиграть севка можете проиграть в карты или купить кокаин и сдохнуть пожалуйста это возможность так вот но если у вас нет абстрактного мышления вы не видите возможности вы видите только набор конкретных товаров если у вас совсем нет абстрактного мышления даже не можете сопоставить набора набора конкретных товаров и возникнут войны между людьми которые считают что миллиард евро это столько-то кирпичей и людьми которые считают что миллиард евро это столько то батонов хлеба так вот я это все к чему можно ли предположить что одной из целей если на самом деле не единственная человеческой жизни индивидуальной является тоже вот этот самый опыт который как-то депонируется на какой-то флешке может это юрий гнатыч мухин в чистом виде а юрий гнатч мухин суд бессмертие человека он очень оригинальный философ и очень умный человек и он его концепция рая до предельно проста что человек существует для того чтобы записать некоторое количество впечатлений но грубо говоря на носитель и рай когда этот носитель после смерти всеми востребован там другими сущностями а от когда он никому не нужен кстати говоря это пол это это полностью соответствует концепциям и про то что природа познает себя человеком и концепции верили о том что человек это инструмент генерирование эмоций это не противоречит друг другу это как бы делят это единство это также самая идея просто вычитали книжку признаетесь какую книжку беседа с богом на вопрос к собеседнику что такое от собеседник отвечает это переживание результатов худших из всех возможных для тебя выборов решений и творений ну познаете это определение хочется переадресовать нашему родному правительству мне объясняли так что рай это понимание тоже в принципе это все сделал правильно от это понимание того что ты накосячил с проживанием интенсивно проживание того что могло бы быть хорошего но чего-то сам лишил себя или как говорит собеседник волша ты должен работать над тем чтобы изменить своей жизни все что не соответствует тому образу тебя который ты хочешь спроецировать в вечность мощно задвинул ну что понимать вечности какое мне дело до вечности ну правда но если я вечно постоянно совершенствующиеся живое существо да только то прямой интерес у меня то есть ведь как вот на самом деле я хочу уже постепенно переходить к политике к экономике приличным темам для привычным темам для наших зрителей вот скажите пожалуйста ценности капитализма я имею ввиду я мисс или миссис копи коробочка 2021 супер скоробей который накопил такой шарик дерьма которые все за всю жизнь и съесть и всем моим внукам правами все-таки капитализм это другое с точки зрения вот этой вот этого смысла жизни это все вообще не важно то лизул это не накопительства накопильства было и без капитализм капитализм это преодоление накопительства это не коробочком капитализм это инвестиция это создание нового это когда я не коплю вместо того чтобы копить богатство я строю новые миры вот в чем идея другое дело что поскольку я убог и примитивен я строю новые миры не ради блага людей не знаешь такое ради своей прибыли ради безудержной жажды прибыли на встрече с профсоюзами вырвало не глюмитесь над президентом ни в коем случае как мне сказали как мне сказали при просмотре моего мрт оба прикольно я хочу прикольного то вот и с таким мозгом не только ходишь но еще и разговариваешь но это современные технологии меня с того света вытянули на самом деле но не суть возвращаясь эти что значит вечность и какое мне дело до вечности какое мне дело до вечность я в ней существую как ну как какое дело это мой дом я существу мой вечный дом отлично отлично но ведь он вечный он бесконечный поэтому его нельзя улучшить это страшная ловушка это самое жуткое одиночество самое жуткое отчаяние Бесконечность нельзя улучшить. Можно улучшить замкнутое пространство, ограниченное пространство. Страну, мир, квартиру. Это можно улучшить. Невозможно улучшить бесконечность, она бесконечна. Какое мне дело до бесконечности? Самосовершенствование. Понятно, самосовершенствование для достижения рая. Понятно. Самосовершенствование для передачи следующим поколениям. Понятно. Самосовершенствование, чтобы не быть бабом, а быть там получше. Понятно. В своей совершенствовании бесконечность руки опускаются, не только руки. И возникает детский вопрос. Ну хорошо, но буду я сейчас лягушкой следующей. Ну и что? Я все равно там бесконечность и здесь бесконечность. Зачем? Не знаю. Ведающие люди мне говорили, что благая весть от Иисуса была в том, что смерти нет. Помните, мы ели сладкие весенние бакуроты. Да, да, да. А смерть-то на самом деле есть. Смерть-то деградация духа, как говорят ведающие люди, до состояния, когда он не пригоден к употреблению. И Господь Бог, как любой прилежный сотрудник, он все-таки выдергивает сорняки и уничтожает их. То есть смерть все-таки надо признать возможна при определенных сценариях. И именно это. И повод, и причина не деградировать. Как только мы начинаем мыслить, ну во-первых, не деградировать слишком сильно, это первое. А во-вторых, как только мы начинаем мыслить категориями Григора, мы должны понимать, что, соответственно, есть что-то, что этим Григором отбрасывается. И, вероятно, есть что-то, что отбрасывается всеми Григором. Так что, да, конечно, смерти нет в бытовом смысле слова. А в духовном-то захватывается? А в духовном она, конечно, есть. Она, конечно, есть. И все религии направлены на то, чтобы помимо политических, значит, чтобы не дать этому случиться. А как так получилось, что социализм и вообще социально справедливое общество, которым мы оба с вами симпатизируем, почему его официальная идеология – это материализм? Мне кажется, она уродует левую идею вообще и социализм, в частности, делает его так, таким немножко. Вы знаете, это такая же отрыжка конкретной политической ситуации, возведенной в абсолют, как ленинская национальная политика. Почему Лейн отверг автономизм Сталину? Потому что в условиях борьбы за власть 20-21 года надо было купить национально ориентированную буржуазию, националистическую буржуазию, которая в силу обстоятельств объявила себя коммунистами. Их нужно было купить. Сталинский автономизм, который был рассчитан на стратегическую перспективу, к этому не подходил. К этому подходила модель Британского союза колониальная. Поэтому Ленин взял, но из тактического приема, от которого Ленин освободился бы через два года, из него его превратили в стратегию. На этом все кончилось. То же самое материализм. Большакой вообще не интересовала церковь. В принципе, ребята, отвяжитесь от нас. Никаких проблем нет. Но когда священники, когда православная церковь начала войну против отсутствия эксплуатации, ну извините, а вторая волна, это действительно, это были беспоповцы, которые огромной волной, потому что они были основой фабричных рабочих, они пришли в революцию, а их ненависть к РПЦ, она была из 17 века. Это уже глубинный... Еще старообрядческая выходить. Да, собственно, старообрядцы... Об этом Пыжиков много. Старообрядцы были. Он приводил просто пример из... Я никак не мог понять, почему у меня бабушка была абсолютно религиозным человеком, абсолютно религиозным, и при этом она к церкви, но только не плевалась при слове церковь. Теперь я понял. Это вот эта вот культура. Пыжиков приводил пример, когда погибли шахтеры в шахте, пришли работяги в церковь, ободрали свечки, которые там везде горели, горели, и ушли в свечки поставить в поминание рабочим, но не в церковь. Ну что, дорогой Михаил Геннадьевич, я предлагаю на этом, на самом деле, остановиться, как латиняне говорили, сказать «сатис» достаточно. Точно достаточно. Хотя мы из 800 страниц книги максимум, по-моему, к 50-й приблизились, а дальше к 50-й, там уже собеседник начинает объяснять, что у нас в корне неправильное представление о порядке вещей в этом мире. В частности, он начинает объяснять Волшу, что он не так плохо относится к Адольфу Гитлеру, как это могли бы мы предполагать. Но я думаю, давайте дождемся реакции зрителя. Если там хотя бы несколько отзывов будет, ребята, продолжайте, мы продолжим. А в завершении хочу вам задать вопрос, из-за разряда можете не отвечать, он такого немножечко личного свойства. Вот в этом потрясающем красоты творения, вот этого самого собеседника, о котором мы с вами сегодня говорили, ваше индивидуальное жизненное задание, каково, как вы его для себя определяете? А это вопрос не ко мне. Это не мое дело. Мое дело жить и выполнять свои обязанности, как я их понимаю. Хочешь насмешить Бога, расскажи им о своих планах. И наоборот, между прочим, точно так же. Я специалист, выпланирую народного хозяйства. Как выполняются, как вообще работают планы, я знаю в деталях. И, ну, во-первых, у меня не такая гордыня, чтобы думать, что там на меня есть какие-то персональные планы. А во-вторых, я думал, что, ну, как бы, нужно стараться видеть как можно больше, стараться сделать как можно больше, а там, что называется, история, если она будет, рассудит. Я не думаю, что есть абсолютное предназначение. Я не думаю, что за редчайшими исключениями людям это предназначение открывается. Ну, скажем так, моя вероятность дожития до сегодняшнего возраста, учитывая мои диагнозы, составляет менее 10%. Это не шутка, друзья. Это не шутка. Это совершенно не шутка. Это совершенно не шутка. Я профессиональный пациент. И знаю не только веселую часть дела, что вот он я, и у меня все хорошо, но знаю и другую часть дела. Вот. Вероятность менее 10%. Почему так сильно менее? Это может быть признак какой-то там избранности. Отлично. Но простите, пожалуйста. А если у вас вероятность события 5%, это может быть просто теория вероятности. Ну, один раз я попал в 30%. Другой раз я попал в 70%. Третий раз я попал в 15%. Не потому, что я такой хороший. Не потому, что на меня такие планы. Потому, что кто-то должен был в них попасть. Все. Это известная шуточка. Почему дельфины всегда толкают утопающих пловцов к берегу? Знаете? А это вообще подтвержденный? Подтвержденный? Абсолютно. Нет ни одного свидетельства пловца утопающего, которого дельфин толкал к берегу. А поскольку их толкали к берегу, то вот... Меня толкали к берегу. Да. Несколько раз. Но это не означает, что я такой хороший. Это не повод возгордиться, отрастить крылышки, надуть щеки на ширину плеч и решить, что у меня есть миссия. Вы знаете, если так в сухом остатке... Знаете, единственное, что мне действительно очень сильно нравится в официальной православной доктрине, помимо ее социальной части, это идея смирения. Нужно делать то, нужно делать как можно больше, и желательно больше того, что вы можете себе вообразить, а там разберемся. Вот вы сейчас удивительным образом... Жалко, я не успел вернуть эту фразу. Немножечко повторили. Мы с моим другом Алексеем Сергеевичем Лапушкиным тоже что-то как-то... Темным вечером общались про предназначение. Он сказал, «Ты знаешь, я доверяю Богу», сказал Лапушкин. «Я доверяю структуре мироздания». «Доверяю структуре мироздания». «Вот она мне посылает какую-то работу. Что я могу сделать? Я постараюсь сделать ее в меру своего разумения, так как я это понимаю, еле-ка, возможно, лучше, еле-ка, возможно, тщательнее и до конца». А что дальше? И какую-то оценку получится? Это вопрос уже не на мою зарплату. Я, по крайней мере... От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. И твердо знайте, что если вы переходите улицу на красный свет, вероятность быть сбитым автомобилем, у вас... Если вы переходите улицу на зеленый свет, вероятность быть сбитым, у вас существенно меньше, чем при переходе улицы на красный свет. Она тоже есть. Потому что и алкаши катаются, и наркоманы катаются, и дикие люди катаются. Но она меньше. Ну, что... В этой точке зрения прозвучала скромность. Это очевидно. Вам не удалось ее скрыть, Михаил Геннадьевич. Но... У меня ощущение, что на вас все-таки планы есть. И я рискую вызвать ваше неудовольствие. Все-таки хочу сказать, что мне кажется, что случайности не существует. Все абсолютно детерминировано в той матрице, в которой мы живем. Называем мирозданием, творением. Назовите как угодно. Просто мы иногда не видим этих связей, как они складываются. Мы их просто не видим. Мы их видим только апостериоре. Тимофей Хрисовский говорил, что совпадение это падение сов. И другого смысла у этого слова нет. Совпадение. Да. Поэтично. Но представьте себе, я буду умирать. И вдруг выяснится, что он ничего великого не совершил. Я говорю, господи, ну что ты меня кинул в земель? Что это было все? Ну что, родной. Друзья, друзья, вот ради этого мы и затеяли нашу передачу. Это суета, сует нас поглощает. Но каждый человек, так или иначе, вот то, о чем мы сегодня говорили, эти вопросы приходят в голову абсолютно любому живущему сейчас. Вот с нами, вокруг нас и так далее. Нет, Айсангер Ильич, поверьте, не приходит. Есть, есть какой-то исчезающий процент людей, которые сказали перед смертью, а вот доктор, сволочь, говорил же, надо такой-то укол поставить. Но это, как вы сами понимаете, да, это... На самом деле, есть чудесная книга, какая-то сиделка американская написала, да, разговаривал с умирающими людьми. И они ей рассказывали о том, о чем они жалеют. В общем, это классика, это как отец Пустовского написал, что несбывшиеся значительно острее гложет душу, чем несбыточные. Что они чего-то не доделали, что они чего-то могли, но не сделали. слишком мало общались с семьей, слишком мало общались с детьми, скрывали любовь, слишком много работали, стеснялись, запрещали себе что-то, ради чего-то, что оказалось глупостями, стеснялись, стыдились и прочее. Да, конечно. Ну что, друзья, я надеюсь, вам это было интересно, то есть я практически даже в этом уверен, хотя это может быть и не скромно с моей стороны, но мы старались, во всяком случае, и уж это-то. Но у меня ощущение, что я буду умирать с чувством огромного любопытства. Как сказал один нобелевский лауреат, друзья, вы знаете, я люблю электарины, погуглите. Он сказал буквально следующее, «Если я умру и обнаружу, что там ничего нет, я буду очень удивлен». Веселая, слегка парадоксальная фраза. Субтитры создавал DimaTorzok